Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на видеопортале трейдеров и Трейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за 18 ноября 2016 года, пятницу. Поздравляю всех с последним днем рабочей недели, желаю завершить его успешно. Давайте посмотрим, как мы завершили вчерашний день. Он был таким у нас, 2042 пункта, отметка по индексу ММВБ плюс 0,6%. Индекс РТС достиг отметки 995 пунктов, тоже плюс 0,6%. Доллар-рубль на споте составляет сейчас 64,83 рубля за 1 доллар, рост доллара составил 11 копеек. И евро ослабел к рублю на 32 копейки. 68 рублей 85 копеек сейчас дают за 1 единицу европейской валюты. Ну вот, какие хорошие новости. Только по доллару мы уступили позиции, а так все в основном хорошо. Давайте посмотрим, что произошло вчера с нефтью, как это могло повлиять на рынок и чего можно ждать сегодня. Итак, нефть марки Брэн, друзья. Начали мы вчера очень хорошо, 46-41, подросли, ударились в 47-63, но в 18.00 пришли американцы, начала выступать Джанет Йеллен в 18.00 и завалили все вместе. Посмотрим сегодня, что сказала Йеллен, что делали американцы. Совершенно очевидно, что они двинули вчера, причем серьезно, ударились в отметку 46-04. Сейчас рынок чуть повыше центов на 15, но, конечно, мы вошли вот в эту зону, отмеченную нами, очень опасную. Такое впечатление, что здесь уже тройная вершина и вниз мы прогуляться достаточно сможем хорошо. Ну, а вчера на доллар 60 была амплитуда торгового диапазона, то есть прогулялись так неплохо, неплохо. Так что, на мой взгляд, техническая картина сегодня смотрит вниз. Си, естественно, на этом вырос. Риг, кстати говоря, удержалась в положительной зоне. А я хочу обратить ваше внимание на пару доллар-рубль-спот. Посмотрите все внимательно, какая картинка. Достаточно умеренная для четвертого квартала. И на месячном графике хорошо видно. Вот это четвертый квартал 2014 года, какой рост. Это четвертый квартал 2015 года. Но в основном рост был в январе 2016 года. Ударились мы тогда в 86.07. А вот четвертый квартал идет 2016 года. Посмотрите, какое идет сужение колебаний. Удерживает рубль. Это хорошо. Пока мы ударились в рамках четвертого квартала в 66.30. И пока держат на этом уровне. То есть пробои наверх не дают. Смогут ли удержать в декабре? Хотелось бы, хотелось бы. Вот такая амплитуда колебаний для четвертого квартала выглядит очень-очень симпатично в моем понимании. Посмотрите, да? 14, 15, 16. Держит. Держит рубль. Не дает расти. Конечно, он пропорционально должен быть уже за 120. Это без сомнения. Но достаточно успешно. И в прошлом году. Ну, в прошлом году, видите, в январе отпустили. Так что сейчас смотрим на четвертый квартал. Может быть, удар переносится на январь теперь, да? Поэтому январь, если удастся вот так вот удержать четвертый квартал, то на январь будет особое внимание. Посмотрите, здесь вообще его упустили больше, чем за 1 январь упустили рубль, больше, чем за весь предыдущий четвертый квартал 2015 года. Поэтому смотрим внимательно. Валютный рынок, Форекс, друзья. Евро-доллар ударился ночью в отметку 1,0586. По дню евро-доллар снижается уже который день подряд. Смотрите, не могут, не могут. Пытаются приподнять еврик. Нет, падает рубль. Вернее, доллар укрепляется, друзья. Фунтик тоже самое, который день уже вниз. И на который день вверх. Слушайте, ну доллар укрепляется, ничего с этим сделать нельзя. Золото третий день вниз. Серебро третий день вниз. Канадец. Давайте включим дневной график. Канадец борется, наверное, активнее, чем кто-либо. Ну, два дня тоже вверх. Австралийцы давайте еще глянем по дню. Мы вчера его торговали. Нет, снижается австралиец. То есть доллар, доллар доминирует, друзья. К этому надо быть готовым. И сегодня, на мой взгляд. Двигаемся дальше. Какие новости могут повлиять на рынок? Конечно, первая новость LinkedIn, друзья. Крупнейшая социальная и деловая сеть, которая играет огромную роль в развитии деловых связей бизнесменов всего мира. Две основные задачи. Продвижение своих товаров и услуг. И поиск работников по всему миру. Вчера объявили о ее закрытии. Сразу выступили несколько крупных компаний. В частности, Сбербанк выступил. Сказал, что блокировка LinkedIn существенно затруднит работу Сбербанка. Зачем привязались к LinkedIn, я не знаю. Понятно, если сейчас закроют LinkedIn, то следующий Facebook, Google и Twitter. Это совершенно очевидно. Поскольку те же претензии могут быть приявлены и тем компаниям. Но сегодня утром я открыл LinkedIn, он работает у меня. Так что мы вчера торжественно прощались. Прощание не состоялось. Пока работает. Смотрим дальше. Обама предостерег Трампа от заключения сделки с Россией. Лавров рассказал о цели российских ударов в Эдвибе и Хомсе. Понятно, что здесь они подчеркивают, что с ИГИЛом, не с оппозицией. Держатели гособлигаций США провели крупнейшую с 1978 года распродажу. Будьте бдительны. Россиянам урезали прожиточный минимум на 70 рублей или 0,7%. Теперь составляет 9889 рублей прожиточный минимум в России. Я не очень понимаю, как можно на такой инфляции бешеной нынешней, текущей, снижать прожиточный минимум. Как они его рассчитывают, непонятно. ЦБ отозвал лицензию трех банков столичного региона. Олмабанк, банк Метрополь и подмосковный национальный залоговый банк. Олмабанк был достаточно известным. Россияне не верят в укрепление рубля и отказываются продавать наличную валюту, увеличивать ее покупку, следует из данных Банка России. Все-таки четвертый квартал будет, наверное, у нас. Далее, друзья, Говорухин отнес татар и чеченцев к русскому народу. Меня это немножко удивляет, потому что этнос или народ – это большая группа людей, объединенных обществом, общностью, происхождением языка и культуры. У нас, у русских, татар и чеченцев, общность происхождения у нас с татарами есть, а с чеченцами нет. Язык у нас, у татар, у чеченцев, у русских разный. И культура тоже разная, свои особенности там и так далее. То есть, я вот не очень понял, то ли господин Говорухин не понимает, о чем говорит, то ли, может быть, его неправильно поняли. Вот это, конечно, выступление сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, оно будет воспринято с раздражением. Человек не понимает, о чем говорит. Я вот не понимаю нашу политическую линию. Если вы что-то не понимаете, то вы и не начинайте разговоры, не ставьте в себя смешное положение. Говорухин себя, конечно, вообще, вот этой фразой, ну, то есть, ну, я не знаю, а к чему, он что, не понимает, что есть разница в разных этносах. У нас 115 этносов в России. Я не пойму, у нас всех отнести к русскому народу надо, что ли? Нация объединяет этносы, народ это этнос. Он не понимает содержание слов, которые говорит. Большая проблема. Далее, друзья, что думает монета насчет сегодняшнего рынка? Давайте спросим. Нефть марки Брэнд. Бай сегодня видит монету. О, вот это разговор. Вот это я понимаю. Экономический календарь, друзья, сегодня. В 11.30 выступление главы ЕЦБ Драги. Есть еще несколько выступлений, на которые, на мой взгляд, особо можно не обращать внимания, хотя там у членов ФОМФ и другие. Но, на мой взгляд, 21.00, это традиционное наше время, число буровых установок от Baker Hughes. Вот такие новости, друзья, которые могут повлиять на рынок сегодня. Давайте подведем итоги. Американцы сильно вчера придавили и выступлением Джанет Йеллен, и просто своими распродажами нефть придавлена, конечно. Это повлияет на рынок. И вчера повлияло, и сегодня повлияет. Смогут ли они повторить это сегодня в пятницу? Надеюсь, что нет, потому что все-таки в пятницу, может быть, какая-то коррекция от вчерашнего сильного движения. Заработали вчера хорошо, могут крыться. Надеюсь, что сегодня такого движения вниз сильного не будет. Но, в целом, на мой взгляд, движение вниз по нефти может быть, что не очень хорошо скажется на российском рубле и фондовом рынке. Видимо, тренд задан, и они его будут продолжать. Тренды заданные, причем явно, они редко сламываются за один день. Что касается евро, фунта, иены, золота, серебра, ну, явно американцы давят. Причем давят и сегодня. Смогут или нет, или пятничный эффект сработает, все-таки небольшая коррекция, или хотя бы минимальное падение. Ну, может быть, это может быть. Это может быть. Давайте посмотрим по нефти. Как мы открылись? Мы открылись по нефти. Вниз, вверх и опять вниз, да. Так что отметку я поставлю открытие. 46.09, друзья, мы открылись сегодня. Внимательно следим за этим показателем. Ну, и напомню, друзья, что сегодня продолжается итоговый день. Кстати говоря, сегодня не просто продолжается, а заключительный день. Битвы на канале РБК-ТВ. Альберт Бурага сражается у нас. Смотрим внимательно, болеем за него в 12.38. Спасибо, друзья. Всем удачи на рынке.